Кохин Аврус, наверное, не был бы так хорош, если бы не искусная, тончайшей работы каменная мозаика. Такие чудеса мы видим только во дворцах, а рождаются-то они в обычных мастерских, в шуме, в жужжании, в тех самых звуках, за которыми я как галтелой гоняюсь по всему Таджикистану. И ведь не зря. Жамшат, ну у вас в гостях, потому что узнали, что вы придумали совершенно свою технику создания мозаики, которую еще можно назвать таджикской. Таджикской, потому что камни таджикские. Это техника вообще фланетийской мозаики. А вы привнесли туда... Ну, свой акцент. Техника обработки, то есть там немножко другая обработка. И это происходит вот здесь, за этим станком? Только самый простой станок, который можно придумать. Мотор крутит пилу и все. Давайте пройдем посмотрим. Давайте попробуем. Шумеет единственное что, но это шум. Мы за этим шумом, джамшаты, и пожаловали к вам. Простой станок и благородный таджикский лазурит здесь поют хором. Я думаю, именно этот звук добавит немного дабстепа в наш трек. Мы, я не знаю, уже перерезали там миллион пластинок, наверное, и они не повторяются. Вот удовольствие в этой работе, потому что повтора нет. Еще одно из удовольствий, это мы ездим в горы, мы собираем камни. Потому что вы добываете его. Ну да. Вы же его не закупаете, вы его сами привозите. Ездим, собираем то, что нужно. У нас есть своя карта в голове, где находится тот или иной камень. То есть это не пойти на базар и купить килограммы. Это этого черного цвета, красного цвета или еще что-то. Мог бы я у вас прямо сейчас чуть-чуть опыта перенять практического? Почему нет? Доверите мне лепесточек? Да попробуем. Маленький. Клай идет очень плавно. Так по маслу. Вы хотите здесь зависнуть в этом деле? Примерим? Примерим. Я ее оставлю. Правда вы оставите? Да, серьезно. Буду надеяться, что это не просто для того, чтобы меня не расстраивать. Я очень рад, что вот маленькая частичка меня останется в Таджикистане. Спасибо большое. Будет замечательно.